Сегодня у Локомотива было очень много провалов в обороне, Урал не реализовал много выходов, один на один и так далее. Можете прокомментировать в этот момент? А как вы прокомментируете, сколько голевых моментов было у Локомотива и провалов в игре соперника? Да, тоже было. Давайте тогда быть объективными. Ошибки были у всех. И то, что по качеству игры мы сегодня первый тайм, на наш взгляд, был достаточно неплохой. Моменты были. Вот инициатива как раз после перерыва, когда соперник реализовал свой момент и 11 метров вот этот отрезок. Мы немножко отдали, да, поэтому и, в принципе, и получили гол. Поэтому здесь надо подправить, а так мы, в принципе, по качеству довольны. Еще бы ляпу убрать нужно в обороне, потому что такие ошибки, в принципе, легкие, да, и не имеем права допускать. А то, что команда бьется, то, что команда все нацелены на то, чтобы показать результат, то, что и это показывает уже системно, что команда в концовке вырывает свои очки. Поэтому здесь движение вперед в любом случае есть. Мы отдельно игроков не комментируем. Понятно, что ошибки бывают у всех. И результативные ошибки в том числе. А то, что молодые ребята, которым, еще раз говорю, свойственно нестабильность и перепады в игре не бывают. Поэтому это поправим, опять же. Но они набирают этого опыта, игрового опыта немножко под другим давлением. И уровень, когда ты стараешься играть первым номером от себя и ждут от тебя немножко больше. Поэтому поправим, разберем и двигаемся дальше. Спасибо. Скажите, еще вопросы? Добрый день. Павел Пиларев, Европейско-Азиатские новости. Сегодня впервые в старте чемпионате вы выпустили Моря Дишвили. Получается, дали шанс этому игроку. Почему вы ему стали доверять? Ну, потому что он в последние матчи достаточно неплохо играл. Работает хорошо в тренировочном процессе. В Кубке достаточно хорошие матчи провел. И в связи с тем, что Карпукас отсутствовал из-за повреждения, решили ничего не менять. И ту пару опорных полузащитников, которые играли в последнем матче в Кубке, решили сегодня поставить их. Спасибо, коллеги. Коллеги, я, во-первых, Екатеринбург для нас, лично для меня, очень такой знаковый город. Мы со сборной здесь удачно играли, выводили команду на чемпионат Европы. Поэтому и сегодняшняя приятная, очень хорошая атмосфера. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать обе команды. И хороший был очень посыл. А мы здесь тоже играем удачно. Поэтому очень надеемся, что двигаемся вперед. И еще раз говорю, о чем это движение вперед, двигаемся дальше. Спасибо вам большое. Спасибо.